Добрый день! Новости региона в эфире в студии Вадим Федосеев. И вот о чем я и мои коллеги расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Договор о сотрудничестве по ПИСам между правительством Архангельской области и РЖД. Подписи в документе поставили губернатор Игорь Орлов и начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. Совместная задача обеих сторон обеспечить жителей региона качественными пригородными перевозками. Власти Поморья и железнодорожники будут определять оптимальные схемы движения поездов и размеры субсидий компании-перевозчику. Для Архангельской области это вопрос жизни, для многих населенных пунктов, людей, предприятий. И, конечно, я очень рад, что те отношения, которые у нас сложились с Северной железной дорогой, они совсем не в этом соглашении. Оно просто оформляет это в виде официальных документов. Оно в тех больших делах, которые мы делаем вместе. Компания «Российские железные дороги» и «Архангельская область» всегда взаимовыгодные найдет проекты, которым будет выгодно и Архангельской области, и жителям Архангельской области. Ну и РЖД как главного перевозчика. Да. Спасибо большое. Тем более, что мы растим. В списке ближайших дел вопросы функционирования и модернизации железнодорожного моста через Северную двину в Архангельске. Самых активных представителей молодежи региона пригласили на прием к губернатору. В минувшие выходные в Архангельском театре драмы подвели итоги реализации государственной молодежной политики в области и наградили отличившихся. Алися Кокина продолжит. Молодые, амбициозные и талантливые. Традиционный прием губернатора собрал самых инициативных молодых людей Архангельской области. Альберт Чункевич, председатель студенческого совета САФУ, получил от Игоря Орлова награду за вклад в развитие молодежной политики. И хоть награда именная, однако как хороший руководитель отделить себя от студсовета Альберт не смог. Планов много. Мы очень хотим выйти в дальнейшем в город и участвовать в мероприятиях там активно. Активно показывать студенческий совет студенчества Архангельской области в России. Юбилейный год региона для молодежи области оказался продуктивным. 160 молодых семей получили жилье, 12 молодежных проектов выиграли президентские гранты. Более сотни человек стали участниками федеральных форумов. Вы знаете, гордимся за молодежь тем, что она у нас неспокойная, неудовлетворенная, желающая менять что-то к лучшему, желающая участвовать в принятии важнейших решений, которые определяют судьбу региона. Ну и, конечно, продолжающая реализовывать свои проекты, свои интересные кейсы, как они их называют. Также в числе больших побед участие делегации региона во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Развитие студотрядовского движения, открытие регионального центра поисковой работы. Государство молодежи Архангельской области показало себя на совершенно новом уровне, вышло на новые горизонты и на самом деле есть понимание, куда мы движемся. В этом году нам удалось провести на территории нашего региона самый умный и самый, наверное, теплый, несмотря на название, форум Арктика «Сделано в России». Григорий Ковалев обещает, следующий год будет еще продуктивнее. Бюджет грантового конкурса для молодежи Архангельской области увеличен в два раза. Пройдет юбилейная 10-я команда 29, которая поставит перед молодежью региона новые конкретные задачи. Олеся Кокина, Екатерина Исакова, Светлана Михеевская. Регион 29. Край котников и сказочных существ. Фольклорное богатство Пинежского района будет использовано в реализации нового проекта. Общественная организация «Инициатива Пинежья» получила президентский грант – 2 миллиона рублей на развитие творческих инициатив. Чем привлекут гостей в самый загадочный район области, расскажем далее. Тихий и таинственный Пинежский край хранит много загадок. Если верить преданиям, здесь обитают самые чудные существа и духи. Все они герои северных сказок. Абдериха, Лешачиха и Банница испокон веков наводят свои порядки в этих местах. Чтобы сохранить фольклорное наследие и привлечь в район гостей, создан проект под названием «Пинежье сказочное». Люди на территориях Пинежского района, в деревнях, в селах активизируются, объединяются и стараются найти легенды, сказания, сказочных героев, которые или бытовали когда-то на территориях. И вокруг этого сказочного персонажа выстраивается ряд мероприятий на территориях. Это могут быть экскурсии по загадочным местам, где по слухам обитают волшебные персонажи, либо театральные постановки и ярмарки. Завершится проект следующим летом масштабным фестивалем. Сейчас создатели проекта столкнулись с организационной проблемой. Не хватает квалифицированных кураторов, способных объединить жителей для совместной работы. Будет проведен цикл обучающих семинаров, будут проведены мастер-классы, будет проорганизована проектная мастерская, круглые столы, то есть целый цикл мероприятий для обучения людей. И мы предполагаем, что часть каких-то культурных инициатив будет иметь предпринимательскую активность, и люди на этом стране станут зарабатывать деньги. Местные жители смогут принять участие в ярмарках и попробовать реализовать коммерческий потенциал своих проектов. На примере успешных предпринимателей они узнают, как развить ремесло и превратить его в успешный бизнес. Ирина Ившина, Евгения Скворцова, Регион 29. Печальная новость. На 71-м году после продолжительной болезни ушел из жизни Шихонин Алексей Евгеньевич. Он родился в маленьком южном городе Ейске, но вся его жизнь была связана с Архангельском. Здесь он работал в Траловом флоте, пройдя путь от второго штурмана до капитана. Последние годы жизни трудился в техникуме водных магистралей. Алексей Евгеньевич пользовался заслуженным уважением и оставил добрую память о себе, как о профессиональном работнике и отличном человеке. Воспитал сына и дочь, был счастливым дедом и прадедом, выражая глубокие соболезнования родным и близким. Прощание с Алексеем Евгеньевичем пройдет завтра в 10 часов утра в морге больницы имени Симашко. Школьники по морю успешно написали выпускное сочинение. В регионе подвели итоги первого аттестационного испытания. 6 декабря ученикам необходимо было продемонстрировать знания русского языка и литературы. Только в случае положительного результата школьник получает допуск госэкзаменом. С творческой работой успешно справились более 99% ребят. Это лучше, чем показатель прошлого года. Тем же, кто с заданием не справился, а таких областей всего 57 человек, будет предоставлена возможность переписать творческую работу. Для этого предусмотрены еще две попытки в феврале и мае следующего года. Один выпускник пронес с собой мобильный телефон и тем самым нарушил правила проведения экзамена. Его работа была аннулирована. Кодируют для поморья. Под таким лозунгом в Архангельске открыли первый арктический хакатон. Он стал одной из площадок 16-го международного молодежного фестиваля информационных технологий «АйТи Архангельск» в САФУ. О соревнованиях программистов Владлина Романова. Написать приложение за ночь не проблема для участников первого арктического хакатона. Егор и Юрий сделали почти невозможное для воплощения задумки в жизнь. Им понадобился лишь компьютер и желание победить. Каким-то чудом и одной бессонной ночью мы выучили на начальном уровне новый для себя язык программирования, что является таким большим достижением, наверное. Приложение для смартфона вполне может понравиться молодежи. Программа поможет заботиться о здоровье. Люди смогут не консультироваться с продавцами. Совет даст гаджет. Она поможет подобрать спортивное питание для людей, которые хотят, допустим, привести себя в форму или удержать себя в тонусе. Хакатон – это состязание программистов. В Архангельске оно проводится в первый раз, но организаторы уже пообещали сделать его регулярным. В трех номинациях за первое место боролись семь команд. Участники должны были разработать актуальный и полезный для общества продукт. Есть небольшой опыт в разработке, однако все зависит от времени, от участников, соперников, которые будут также представлять. У нас есть два программиста, два дизайнера, так что думаю, что вполне достаточно для написания простого приложения. Инициатив, связанных с информационными технологиями, в регионе становится все больше, и правительство области идет навстречу молодежи. Мы заинтересованы в том, чтобы сфера IT у нас в регионе развивалась, поэтому любые позитивные мероприятия, которые выявляют молодые таланты, которые потом будут, собственно говоря, притворять жизнь цифровую экономику, мы поддерживаем. Первое место в номинации «Лучший проект» заняла команда «Архдеф» с идеей о подборе данных о дополнительном образовании. Победители всех трех номинаций получили не только дипломы участников, но и возможность реализовать свою идею в Архангельской области. Владлена Романова, Юлия Митина, Денис Линчевский, «Регион-29». В Архангельске закончилась регистрация на четвертую гуманитарную олимпиаду школьников «Наследники Ломоносова». Победа вне откроет нашим юным эрудитам двери на интеллектуальный проект «Умницы и умники». В Олимпиаде принимают участие ученики десятых классов. На отборочный тур зарегистрировалось 125 человек, что почти на треть превышает количество участников прошлых лет. Большинство школьников из Архангельска, но похвальную активность проявили и такие районы области, как Пинишский и Плесецкий. На этом этапе, ребят, ждет творческое задание. Первое, что их ждет, это отборочный тур, который проходит в виде написания творческой работы СССР. Тема будет им объявлена за 15 минут до начала. Отборочный тур Олимпиады «Наследники Ломоносова» состоится 20 декабря. Победители «Наследников» смогут участвовать в телевикторине «Умницы и умники», где главный приз – возможность поступить в МГИМО без экзаменов. Архангельский водник провел очередной матч в рамках Российской хоккейной суперлиги. На домашнем льду «Желто-зеленые» встретились с одним из лидеров нынешнего первенства – уральским трубником. Подробности игры в нашем следующем сюжете. В Архангельск на игру против водника уральский трубник приехал в статусе явного фаворита. Там подопечные Алексея Жеребкова имели 21 очко после 8 игр и замыкали лидирующую тройку, уступая вторую позицию красноярскому «Унисею» только по разнице забитых и пропущенных мячей. С первых минут уральцы бросились оправдывать звание лидера и уже в начале встречи создали несколько опасных моментов. А на седьмой минуте молодой защитник водника Данил Кузьмин сфорил собственной штрафной и судья, не колебаясь, указал на точку. Но подошедший к мячу Максим Ширяев переиграть вратаря водника Михаила Шиляева не сумел. После этого эпизода остроты в атаке трубника заметно убавилось. Желто-зеленые напротив стали чаще выходить из обороны, но создать что-нибудь серьезное у ворот гостей архангельские хоккеисты не могли. В итоге голевое молчание в матче нарушил нападающий водник Александр Насонов. Приняв дальний заброс от Ивана Козлова, Насонов в ближнем бою переигрывает вратаря уральцев. Во второй половине игроки в белой форме стали постепенно наращивать давление, но архангелогородцы успешно действовали в обороне и пытались контратаковать. Как результат, главным героем встречи стал голки переводника Михаил Шиляев, который раз за разом отражал броски по своим воротам. А на 77-й минуте второй раз за игру был вынужден демонстрировать умение действовать на ленточке. Данил Кузьмин снова нарушает правила штрафной площади и на этот раз получает уже красную карточку. К точке подошел уже Дмитрий Сидоров, но и у него не получается пробить Шиляева. Все удары, я думаю, тяжело было отражать. Уральский трубник очень сильная команда, мы знали нас, настраивались с этого. Так что, в принципе, ребята молодцы, хорошо играли, подставлялись под мячи. А это пенальти, это удача. До конца игры уральский трубник так и не смог поразить ворота водника. И первый раз в сезоне ушел со льда без забитых мячей. А вот желто-зеленые под занавес встречи смогли снова порадовать своих болельщиков. Уже в добавленное время Александр Тюкавин устанавливает на табло окончательный итог встречи 2-0. Очень тяжелый матч. Благодарю ребятам. Сыграли неимоверно, скажем так, гениально в обороне. На ноль с такой командой столько моментов сняли. Вратарь сегодня потрясающе сыграл. Всех поздравляю с победой. После 10 игр регулярного чемпионата водник имеет 13 очков и теперь занимает девятую строчку в таблице. Вадим Федосеев, Михаил Меньшенин, Денис Линчевский, Регион 29. В ритме снежно-румбы прошли минувшие выходные в столице Поморья. На протяжении двух дней совсем юные, уже профессиональные танцоры соревновались за кубок главы города. О первом дне танцевального конкурса расскажет Екатерина Широкова. До выступления Алисы и Димы остаются считанные минуты. Перед выходом на танцпол ребята из Наринмара оттачивают каждое движение. В прошлом году юные танцоры успешно выступили на архангельской сцене и заняли первое место за исполнение венского вальса. Поддержать ребят из Наринмара в этот раз приехали их родные и близкие. Переживаем очень и, конечно же, всю жизнь посвящаем детям. Получается, что мы очень много времени тратим на это, жертвуя своей вовситоничной жизнью. В первый соревновательный день снежная румба собрала 730 спортсменов. От 5 до 11 лет из Архангельской области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы занимаемся два года. Мы танцуем самбу, ча-ча-ча, медленный мальчик, крик-степ. Расскажи, пожалуйста, сегодня соревнование, такое серьезное мероприятие. Какие ощущения, что вы испытываете? Ну, мы немножко волнуемся, но мы будем стараться. Традиционно конкурс проходит два дня. В первый европейскую и латиноамериканскую программу показывали совсем юные танцоры. Во второй сошли с профессионалами танцевальных па. Эти соревнования очень полюбились жителям города Архангельска. Приезжает очень много приезжих судей из города Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пологодская область. Переприятие очень массовое, достойное, красивое, и все хотят на него попасть и поучаствовать. Снежная румба в Архангельске проходит уже в 16-й раз. За это время любительский проект вырос в престижное и масштабное соревнование и стал праздником танца не только для участников, но и для зрителей. Замечательные соревнования, очень интересно, ярко, красочно, эмоционально. Екатерина Широкова, Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. В субботу территория у театра драмы превратилась в настоящий парк развлечений. Днем для гуляющих устроили катание на собачьих упряжках и хоккейные баталии. Вечером масштабное световое шоу. Фрагменты праздника мы покажем без комментариев. У меня на этом все. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»